Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Святаго Яна Златоуста в одежде. Продолжение. Но может быть кто-нибудь скажет. Если хорошо человеку не касаться женщины, то для чего же установился в жизни брак? Какая будет нам нужда в женщине, если она не будет приносить нам пользы ни в браке, ни в деторождении? И что воспрепятствует уничтожению всего рода человеческого, когда смерть каждодневно убавляет и поражает его? А это учение не позволяет восстанавливать других на место падших. Если бы мы все стали ревновать об этом благе и не прикасались бы к женщинам, то исчезло бы все, и города, и домы, и неевы, и искусства, и животные, и растения. Потому что как с падением военачальника необходимо расстраиваться весь порядок войск, так и с уничтожением от безбрачия, царствующего над всем земным человеком, ничего остального не останется в прежнем устройстве и порядке. И таким образом, эта добрая заповедь исполнит вселенную бесчисленных зол. Если бы так говорили только враги неверные, то я признал бы слова их маловажными. Но так, как и многие, по-видимому, принадлежащие церкви, говорят это, с одной стороны, по слабости воли оставив детственные подвиги, а с другой, желая охуждением и пренебрежением детства прикрывать свое нерадение, чтобы иметь повод уклоняться от этих подвигов не по небрежности, а по здравому суждению ума, то мы, теперь оставив врагов, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. В. 2.14 Научим выдающих себя за наших тому и другому. То есть, что детство не только не излишне, но и очень полезно, необходимо, и что такое суждение не останется для них безнаказанным, но навлечет на них столько бед, сколько подвязающиеся в детстве получат наград и похвал. Когда сотворен был весь этот мир и устроено все необходимое для нашего наслаждения и употребления, то Бог создал человека, для которого и сотворил мир. Первозданный жил в раю, а в браке и речи не было. Понадобился ему помощник, и он явился. И при этом брак еще не представляется необходимым. Его не было бы и до силия, и люди оставались бы без него, живя в раю, как на небе, и наслаждаясь беседой с Богом. Плотская эпоха, зачатие, болезни, чедородие, все вообще тленность не имели бы доступа к их душев. Но, подобно светлому ручью, текущему чистому источнику, люди пребывали бы в том жилище, украшаясь детством. На всей земле не было бы только людей, чего теперь боятся те попечители Вселенной, которые тщательно заботятся о чужих делах. Они хотят помышлять о своих, которые опасаются, как бы не прекратился весь род человеческий. Они родят каждое собственное душе, как бы о чужой, хотя не потребуется от них точный отчет даже в малейших предметах. Между тем, как уменьшение людей, они не будут подлежать ни малейшей ответственности. Не было тогда и городов, ни искусств, ни домов, о чем вы так же немало заботитесь. Не было тогда ничего этого. Однако ничто не возмущало и не извращало той жизни блаженной гораздо лучше, чем настоящая. Когда же первозданные прислушались Бога и сделали землей и пеплом, то вместо той блаженной жизни утратили красоту девства, и оно вместе с Богом оставило их и удалилось. Пока они не были уловлены дьяволом и почитали своего лады, куда то ли девство продолжало украшать их более нежды, ли цари украшают диадима и золотые одежды. И когда они, сделавшись пленниками, сняли себе это царское деяние, сложили это небесное украшение и приняли смертное тление, проклятие, скорбь и многотрудную жизнь, тогда вместе с этим произошел и брак. Это смертная и рабская одежда. А женатый, говорит апостол, заботится о мирском. 1 Коринфянам 7.33 Видишь ли, откуда получил свое начало брака и от чего он оказался необходимым? От прислушания, от проклятия, от смерти. Где смерть, там и брак. Не будь первой, не было бы и последнего. Но девство не имеет такой связи со смертью, оно всегда полезно, всегда прекрасно и блаженно. И прежде смерти, и после смерти, и прежде брака, и после брака. Какой брак, скажи, мне породил Адама? Какие болезни, чадородия произвели Еву? Ты ничего не можешь сказать на это. Для чего же напрасно боишься и опасаешься, как бы с прекращением брака не прекратился род человеческий? И мы тем ангелам служат Богу и тысячи тысяч архангелов предстоят ему. И ни один из них не произошел по преемству от родов, болезни, чадородия и зачатия. Таким образом, Бог не тем более мог бы без брака создать людей, как создал Он и первых, от которых произошли все люди. Продолжение следует. Продолжение следует.